Аплодисменты Ну я не знаю, ну моргнули, наверное Он говорит, слушайте Ну он же в гробу лежит, а я живой В общем, сфера обслуживания Это такая сфера Вот она как захочет, так и обслужит Итак, представьте себе следующую ситуацию Мужчина проходит мимо фотоателье Замечает рекламу Изготовление медальгенов Для памятников Он резко останавливается Замирает, как тот же самый памятник Потому что в витрине На одном из образцов Прямо по центру мраморной доски Мужчина узнает себя Он забегает в ателье Это что такое, а? Это что такое, ау? Тихо, не надо кричать Раскричались, минуточку, нельзя отойти Да это что такое у вас, а? Это что такое? Тихо, тихо, здравствуйте Здравствуйте потом, потом, это что такое? Момент Вы клиент или как? Я? Да я как? Ах, как? Чего вы желаете? Я не желаю А спрашиваю Что у вас здесь такое? Где? Вон там у вас На витрине А что там такое? Там на медальоне Для памятников Я Мы скорбим вместе с близкими Что значит скорбим? Я же вот он Жив-здоров, а? Да примите наше поздравление С чем поздравление? Что все обошлось И теперь оказывается вы живы Что значит теперь? Что я и не помирал никогда Конечно, конечно На фотографии вы как живой Что? Жаль Что жаль? Это почему это интересно жаль, а? Жбили вы меня, вот и жаль Так Две изнаночных лицевая Две изнаночных лицевая Что значит сбил? Что у вас здесь такое? И где? Тут? Нет, вот там Я же ясно говорю Что на одном из медальонов Для памятников Мое лицо Слушайте Я вас чего-то, как вы говорите Не догоняю Вот сейчас вы спрашиваете Или отвечаете? Я спрашиваю И отвечаю А я только спрашиваю Вы себе узнали? Ну, Даша Ну, мое же лицо А я вот он, жив-здоров, а? Слушайте Если вы жалуетесь Что жив и здоров Я могу позвать мастера Он все исправит Я не жалую, что жив Я жалую, что на вашей фотографии Я как бы умер Как бы сразу и сказать Что фотография бледная За дополнительную плату Можно сделать в ярком цвете В каком еще цвете? Это зависит от цвета лица Мы делаем розового На голубом фоне А голубых на розовом Не надо фона Не надо Я требую, чтобы меня Совсем убрали отсюда Хорошо Я позову мастера Я хочу, чтобы с витрины убрали мое лицо. А-а-а. Вам не нравится ваше лицо. Мое лицо мне нравится. Странно. Что странно? Ну почему это интересно странно? Странно. Должна быть лицевая тут изнаночная. Вы меня опять сбили. Прекратите вязать. А то я сейчас сам полезу и уберу. Как же? Полезет он, уберет? Ай! Мы даже уборщицу не приглашаем. Я сама тут убираю. Ну уберите тогда вы. Товарищ Каг. Я сама знаю, что я тогда убирать. Что значит товарищ Каг, а? Сами так представились. Когда? Когда вошли. Ну хорошо. Уберите хотя бы даты. Какие даты? Там на фото. Смотрите, там на фото. Написаны даты. А чем вам не нравятся даты? Первую можете оставить. Уберите хотя бы вот эту вторую. А чё вторая хуже? Она же свежая. Прекратите орать. Покажи вы здоровые. То значит пока. А то и значит. Вчера тут один вроде вас. Орал час, орал другой. Стал синий, как на фотографии. А потом пстынь и затих. Я скорую вызывала. И позавчера тоже. Что позавчера? Молодой такой. Тоже кричал. А потом пстынь. И тоже дочит. Я тоже скорую вызывала. Вот и вы нервничаете. Ну я вас прошу, а? О чём извиняюсь? О медальоне на памятник, а? Так вы хотите заказать медальон? Кому? Жене? Алло! Скорая? Да, из фотоателье. Они меня уже узнают. Жду. Ну надо же опять сбел. То лицевая, то изнаночная. То он жив, то он умер. Ну, мужики, пошли, а? Месяц из-за них левый носок вяжу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Представь себе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И если что-нибудь не ладится в судьбе, Тот мир, где нет любви, Опять представь себе-м! Herrenк Да, представь себе-м! АПЛОДИСМЕНТЫ Так же гаснет лето, и приходит кужа, И земля под снегом новой ждёт весны Только мне не нужен, слышишь, мне совсем не нужен Где мы с тобой друг другу не нужны Такие стихи джентльменские, очень короткие стихи я пишу Потому что более длинные не выдерживают читатели Вот несколько таких стихотворений, четверостишей Корзину целую пионов я у цветочницы купил Она спросила удивлённо, что ж ты такое натворил? Она девчонка недотрога, общаться с нею нелегко Всегда обижена немного, что недотрогал я её Такое четверостище Ты по-английски уходи, хоть водка есть ещё с закуской Вали по-тихому, не жди, когда тебя пошлют по-русски А вот знаете, вот некоторые смеются, а некоторые вот просто вот так вот Говорят точно-точно, так вот как бы соглашаются с тобой Ну вот такое стихотворение как бы в виде короткого диалога Между вами было что, мы кое-что проведали Между нами ничего, даже майки не было Ну такое, в общем, где-то, может быть, даже личное У моей подруги астма Дышит тяжело и часто Ей работать только дома В службе секс по телефону От дамы запах исходил, чудесный, как от роз и лилий И я, не выдержав, спросил Простите, леди, что вы пили? Сказала строго мне она, когда я уходить собрался Да, соблазнить меня нельзя Но ты бы, гад, хоть попытался Вот такое стихотворение как бы уже не от моего лица, а от лица дамы Я долго буду помнить эту встречу Цветы, конфеты и бутылка брюта Я благодарна вам за чудный вечер И эти незабвенных полминуты Штыросище о счастье Как счастье наше быстро пролетело Его разбили мы на полпути Ты мне сказала, что я должен делать А я сказал, куда тебе идти В принципе, писатель все, что не пишет, всегда автобиографично Но это очень автобиографично, четверостище Нет, не женат я и не венчан Себе я верен остаюсь Я недолюбливаю женщин Поскольку вечно тороплюсь Такое стихотворение как бы подруга говорит другой Тебе жизнь мужа дорога? Тогда ему не говори ты, что у него растут рога А то отбросит он копыта Ну и последнее стихотворение Такое Ты в жизни должен все исполнить Мне говорила в детстве мать Чтобы приятно было вспомнить И стыдно было рассказать Одно время у нас на телевидении шла такая передача Кулинарное шоу с Джимми Оливером Джимми Оливер Молодой, красивый телеведущий Звезда телекомпании BBC Профессиональный повар И вот в своей передаче он рассказывает и показывает Как правильно выбирать омаров Чистить лангустов Мариновать артишоки Эти передачи у нас в стране стали очень популярны И вот одна наша женщина Написала Джимми Оливеру письмо Здравствуй, сынок Пишет тебе Пивоварова Галина Васильевна Стамбулской области Я живу в селе И решила приготовить блюдо По рецепту, шо ты дал в своей передаче Когда я в нашем магазине Спросила корень новозеландского ботата Меня обозвали проституткой Разбили мне очки И выгнали с магазина И выгнали с магазина В среду я поехала на рынок Чтобы купить, как ты учил в своей передаче Свежего морского чёрта Меня послали к чёрту Разбили очки И выгнали с рынка Джимми, но я не таковская Мне всё-таки удалось Кое-что приготовить по твоему рецепту Вечером, когда мой муж, кузнец Василий Пришёл с работы Я подала ему Жареную улитку На листочке винограда Я понимала, что он этим может не наесться Поэтому положила ему две улитки Мой муж, кузнец Василий Разбил мне очки Ставил мне вместо глаз улитки А листок винограда Прилепил мне на лоб И написал на нём Сволочь Наш средний сын Николай Работает на шахте Однажды у них не работала столовая И Николай пришёл обедать домой И привёл с собой ещё десять шахтёров Когда они все сели за стол Николай крикнул Ну, мать, всё, что есть в печи Давай на стол мечи Джимми, я подала им канапе Маленькие кусочки хлеба С ломтиками шампиньонов Нанизанные на зубочистки Все сорок пять зубочистков Шахтёры воткнули мне Джимми, в своей передаче Ты называешь это место филе Но я не таковская, Джимми Я продолжала повышать культуру своей семьи В следующий раз дело было так Была зима Сорокоградусный мороз стоял Ой, мой муж с двумя сыновьями Ломом и киркой долбали фундамент Когда они пришли домой Проголодавшиеся, замёрзшие Они сразу бросились к плите Где у меня всегда стоит Девятилитровый бак с горящими щами Но, Джимми тут их ждал сюрприз Нежнейший апельсиновый мусс На маленьком блюдечке Украшенной марципанами Предвкушая их восторг Я закрыла глаза Когда я их открыла Стокол в очках уже не было Я почему-то лежала в снегу По волосам у меня стекал Нежнейший апельсиновый мусс А из ноздрей торчали марципаны Джимми, но я не таковская Я начала изучать Таиландскую кухню Ай, и что я тебе хочу сказать, сынок? Ой, ну молодцы же эти Таиландцы, а? Едят всё подряд, что движется Тараканов, червяков, пауков Я тут себя за шифонер в угол глянула Где у меня полно паутины Думаю, господи Сколько уж у меня продуктов пропадает Джимми, в своей передаче ты говорил Что блюда из насекомых очень эффектны Это точно Эффект был большой Три сломанных ребра Переломы обеих ног И огнестрельное ранение в филе А дело было так Меня послали кормить комбайнёров Комбайнёры встали в 4 утра Вышли в поле Собрали 250 центнеров Всё это вручную Лопатами загрузили на грузовики И слегка прохолодались Ихний бригадир-то мне говорит Что неплохо заморить червячка Он даже не догадывался Насколько он был близок к истине Потому что